Дорогие друзья! Уважаемые дотеры! Подходят к концу уходящий 2014 год. В эти дни у всех дома новогодняя атмосфера. Кто-то играет в доту в шапке Деда Мороза, а кто-то просто играет ранкет, не думая ни о чем. По традиции, перед уходом года мы вспоминаем все, через что нам пришлось пройти и с чем столкнуться. Это был воистину великий год. Ведь именно в этом году количество игроков в доту 2 почти превысило 10 миллионов человек. Именно в этом году было больше всего апдейтов, направленных на изменение баланса в доте. Именно в этом году пропали ключи от сундуков и старые дешевые ключи стали дороже в несколько раз. В этом году выпустили всего четырех новых героев, хотя в прошлом году их было 10, а в позапрошлом вовсе 31. Именно в этом году арт-стайл вернулся на просцену. Правда ненадолго. В этом году значительно увеличилось количество пабликов, разыгрывающих вещи в доте 2 и не выдающих их. В этом году появился огненный хук на буджа, но все до сих пор готовы отдать почку за дрэгон клав хук. В этом году ни одна русскоязычная команда не дошла до финалов интернешнл. И мы это не забудем. Ведь именно в этом году призовой фонд чемпионата составил почти 11 миллионов долларов. В этом году в доте 2 появилось множество новых и дешевых иммортал вещей. В этом году наконец-то был выпущен течис. Правда мало кто его сейчас пикает. Именно в этом году количество решафлов в доте 2 почти превысило количество серий в Санта-Барбаре. Именно в этом году НС вернулся обратно в качестве про-игрока и опять ушел. В этом году команда Na'Vi ненадолго возвратилась в 2007 год. Именно в этом году у нас не было ни Дейртайда, ни холодрыжества. В этом году Рикимару получил инвиз с первого уровня. В этом году был добавлен Оракул и именно он находится на третьем месте по наихудшему винрейту. В этом году в доте мошенников стало еще больше, как и методов обмана. Именно в этом году после матча перестали дропаться шмотки, но до сих пор только фидеры что-то получают. Именно в этом году мы порадовали наших зрителей тремя стами семью видеороликами. И мы на этом не закончим. Именно в этом году чуть ли не каждый день в доте 2 выходил небольшой апдейт с новыми шмотками и фичами. В этом году были самые скучные финалы Интернешнала. Именно в этом году чуть ли не каждый третий добавил к своему нику надпись Стендин или Кингстон. Именно в этом году Дредд вернулся на просцену в составе команды Хеллрайзер. В этом году старый добрый СФ стал ходячей башней. В этом году вместо нерфа или буста Фантом Лансера его просто взяли и поменяли. Именно в этом году Омник Найт и Некрофос стали топовыми по винрейту героями. В этом году Крокодайнер так и не выпустил пятый выпуск Шити Дайджеста. И именно в этом году за Пуджа сыграли более сотни миллионов раз. Мы готовы поприветствовать новый 2015 год, ведь мы все знаем, что он станет не менее интересным и захватывающим. Мы же, команда Dota2VO.ru, особенно Финаргот, Монсьер Рандом, Алексей Песков, Некрос Кашля, Максим Келлер и другие поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам удачи и счастья в новом году, чтобы вам больше везло в матчмейкинге и больше падало шмоток. Мы же постараемся разнообразить ваше времяпровождение в мире Dota2 новыми видеороликами и обзорами, ведь до конца этого года выйдет четвертая серия дневника Крипа. Спасибо всем и с Новым годом!